В середине октября Эллен Рутс в панике позвонила ее сестра. Она нашла леопардового геккона, брошенного в парке в Германии, и не была уверена, что делать. Бедняга был в плохой форме, и ему определенно не место было там, на холоде. Рутс сразу поняла, что она должна была сделать. «Я сказал ей отвезти его, бросил работу и поехал туда», — сказал Рутс Зе-До-До. Когда она встретилась со своей сестрой, Рутс была убита горем от того, что увидела. Крошечный геккон, которого теперь звали Лео, явно нуждался в помощи. Она попыталась обратиться в ветеринарную клинику, но они уже были закрыты на выходные, поэтому она взяла его с собой домой и быстро начала за ним ухаживать. «Его состояние было настолько плохим, что я не был уверен, что он переживет ночь», — сказал Рутс. «Он был слишком слаб, чтобы пить сам, поэтому я предложил ему капли воды со своего пальца. Он отказался есть. На следующее утро Лео, казалось, стало немного лучше, и Рутс наконец смог заставить его поесть. Она кормила его с помощью пинцета, потому что он был еще слишком слаб, чтобы делать это сам. Она попыталась обзвонить всех, чтобы узнать, не пропал ли у кого-нибудь геккон, но никто не вышел вперед, чтобы забрать его. Она купила ему танк, а остальное уже история. С этого момента она знала, что Лео был самым новым членом ее семьи. Рутс упорно трудился, чтобы помочь Лео восстановиться и набраться сил. Она снова приучила его к высокой температуре и каждый день принимала ванны, чтобы помочь ему выздороветь, что он так любил. Она дала ему всю любовь и заботу, в которых он нуждался, и теперь, два месяца спустя, он выглядит как совершенно другой геккон. У него здоровый вес, его окрас возвращается, и он просто ведет себя как обычный леопардовый геккон, сказал Рутс. Теперь, когда он здоров, проявилась истинная личность Лео. Он очень любопытен и всегда так интересуется всем, что происходит вокруг него. Сейчас он явно так счастлив, и его новая мама абсолютно взволнована тем, что смогла помочь ему добраться туда.